Всем привет! Давно не снимал. Решили, что в последние дни был сильный ветер, короче. Сегодня тоже конечно ветер. Сейчас опять попробуем пойти в бухту, покупаться, поплавать, точнее по нырять, рыбе посмотреть. Не факт, что получится. Я одетый в штанах, в кофте, в майке, все остальные тут раздетые. Посмотрим. Территорию еще не снимал, но вот так вот, к примеру, входит. Смотрится с нашего домика идти. Самым коротким путем вдоль забора можно, конечно, идти таким образом. По территории там все виляет. А здесь вдоль заборчика сразу попадаем на территорию, да на пляж. И вдоль пляжа идем через один отель. Тут такая сеть отелей джаз. То есть, мы можем гулять, ходить по всем отелям. Также не в нашем отеле находится аквапарк, но мы туда ходили, можно каждый день ходить. Показываем в аучер, там написано, что мы можем находиться. Один раз, короче, сходили. Больше не особо интересно. Горки все испытали, самые не страшные. Но страшных, конечно, боялись. Очень сильный ветер, на море волна. Даже не знаю, у нас пустят, сегодня не пустят. Скажем, как поплавать. Прогуляемся заодно, покажем, где и что это все, как это все происходит. Сейчас мы подошли практически к пляжу. Здесь возле пляжа бар, не бар, кафешка, в которой можно покушать после 10 часов. Классный гамбургер готовят, мясо там такое нарезанное. Короче, хорошо. Также здесь алкоголь. Единственное, что не особо комфортно, то что ветер. Довольно прохладно. Если сидеть на пляже, то есть там получается пляж наш Мутант. Вот внизу под стенку ложишься, там как бы есть такие загородки, незагородки. Ну, то есть здесь комфортно загорать. Нормально. Но, как бы, наверху даже вот сидеть вот здесь за столами, по большому счету, ветром сдувает, стаканы пустые. Ну, и там то, что положишь. Вот так это все выглядит. Сегодня опять вывесили красный флаг. То есть нельзя здесь сегодня нырять. Ну, у нас тут как бы просто линия моря. А мы пойдем туда, и там бухта. В бухте довольно хорошо, вот такое затишье. Позволяет нырять. Ну, как я сказал, до нее надо идти где-то метр 700 километров, короче, если уж так прям вот в упор прийти. Вот такой своеобразный променад получается. А сейчас просто ветер наверняка ничего не слышно. Дорога. Ну, это... Я как раз посмотрю. Другие, для того, как в территории Брязи. Андрюха замаскировался от белого человека. Ну, лицо, точнее, романно. Белым-белым. Думаю, так красивее. Стукатурку. Да, заштукатурился. Некоторые люди, конечно, и здесь что-то пытаются полежать, посмотреть на кораллы. Ну, здесь рыбок очень мало. Если одна заплывет, то тебя увидит, и того уплывет. Ну, так. Чисто полежать можно. Вода, конечно, тоже не самая теплая. Мы одеваем эти костюмчики теплые, неопреновые. И в них еще можно. А так, зайти, только чуть-чуть намочиться. В самом отеле, по большому счету, большая сеть бассейнов, но один подогревается, и тот терпимо. Не сказать, что теплый-теплый. Но терпимо. Когда вылазишь, на ведро все равно прохладно. Но если в полотенце завернуться, тогда полегче. Вот это уже второй отель из сети. Если у нас бежевые домики, коричневые, здесь беленькие. Непонятно, у кого какие лучше, но тот отель, там где сама бухта, он действительно побогаче выглядит. Другой. Там и только эта бухта чего стоит. Естественно, вокруг нее более дорогой отельчик стоит строить, как они и сделали. Вот как раз вот этот более дорогой отель начался. Сейчас мы стартанем. Не знаю, вот здесь старт. И через 700 метров как раз будем возле бухты. Ну и, как я сказал, приблизительно, в районе километра нам с отеля до этой бухты идти. Здесь вон даже песочек укатывают тортами, какие-то гладенькие, чтобы никто не ходил, не ходил. Ну а сейчас остальное все то же самое увидим. Здесь свои номера со своими мини-бассейнами. То есть вышел и вот типа а-ля твой бассейн. Ну и, конечно, наверняка и всеми можно пользоваться. А это именно твой. Твой бассейн. Не знаю, видно, что эксплуатируется. Ну, во-первых, ограждение и а-ля навесы. Не знаю, как их называются. Не так важно. В общем, как-то вот так все. Вот здесь даже из-за ветра народ попрятался. Не знаю. Еще в бухте там большая территория с такими же шезлонгами и этими изгородями. Ну, с загородками и изгородями, где можно прятаться от ветра. Так что здесь лежать, свистеть на ветру не особо интересно. Вот здесь облака. Да иди, солнце через облака не такое теплое. Вроде бы облако и полностью солнце не закрывает, но и тепла не дает. Нужного. Я иду. Солнце светит в камеру. Не знаю, что же картинка будет. Но какая тогда будет. В принципе, уже страшно. Вид на бухту. А? Вид на бухту покажи. Да, сейчас покажу вид на бухту. И буду снимать от солнца. Чтобы легче было всем. Ну, вот так. Вот она сама бухта. Сейчас увидим ее еще. Какая она здоровая. Уже 200 метров прошли по этому отелю. Ну, вот в принципе и видна вся бухта. Не, не вся. Вся она. То есть только заход в бухту видим. Вся она туда. Ну, она как бы это. Она большая, но большая ее часть она мелкая. И вот только от пирса, где глубина и все самое красивое. Хотя на мелкой воде тоже красиво смотреть с мостка. Но там нельзя плавать. Только смотреть на эти кораллы, на рыбки. Самый кайф действительно измерять. Посмотрим. У нас здесь все равно на валу. Хотя она как в бок у нас полетает. Андрюха купил себе тапки, чтобы не потерялся. Идешь, отвлекся, не сможешь на нее свистеть, значит рядом. Опа, свист пропал. Или упал, или потерялся. Сразу искать надо. Пустые отельцы, да? Ну, хорошие, да. Ухоженные все. Газончики. Ну, у нас тоже везде газончики все это. Пустые. Народа вообще нет. А, ты говоришь, пустые? Я думаю, красивые. Нет, пустые. 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 Ну, я тебе иду. Виталий, если тебе передал. Похоже. Да? Не, мой душ слишком большой. И трусы где-то взрываются. Ха-ха. Он не такой. В общем, удалось пока есть только один раз в этой бухте поплавать. Один день. Андрюха пару раз плал, я один раз плал. Потом денек у нас экскурсия. Очень увлекательная. Но очень длинная. В следующий раз лучше перед телевизором посидеть, посмотреть все это. Будет больше удовольствовать. Вот сейчас как раз увидим размер всей бухты. Вот она она. И вокруг нее пальмочки, шезлонги с этими загородками. Как это загородка правильно называется? Плетник. Плетник. Что за? Короче, загородка из плетника. Перегородка. Ну, я что-то не вижу, что в прошлый раз там люди ходили, там по мелководию. Но по мелководию как бы нам никто не может запретить. Нам могут запретить с пирса. Ну, я не вижу. Или на входе, может быть, красный блок. Не знаю. Ну, вон там сидит человечек. В штанах красных. И дайверы вроде бы. Ну, по крайней мере я не вижу, чтобы... Ну, наверное, здесь не стоит передеваться. Переоденем. Вон красный что-то висит. Надо узнать. А, и вот стоит. Я думал, стоял в тот раз он стоит. Ну, да. Пошли там, если что, переоденемся. Ну, все, можно. Да. Ну, сейчас переоденемся, придешь. Там есть такие ящички, куда можно сложить свои вещички. Ну, я не ходи туда. А так-то он, наверное, красный. Типа-жуб спускаться не будет. Наверное. Там он, с песочком. Ну, я посмотрю. Если люди плавают, значит все зашибись. У нас вообще вчера был такой ветер, что даже вход на пирс закрывали. А сегодня вход не закрыли. Якобы плавать нельзя. И вот здесь из-за пухты сразу видно, что волна меньше. Можно сказать, вообще нет. То есть там немножечко есть. Вода может быть только мутноватой. Можно. У нас это не пугает. Мотиться не можно. Тут больше хочется на рыбок посмотреть. Ну, вот так вот, другие. Там лавочки? А, верно. Ну, волны-то и нет особо. Не выкопит тебя, будешь вкачать больше Есть надежда, что поклаваем Пока не дошли и не развернули нас А, ну да, надевают, да, сны В общем, я думаю, покупаемся Поплаваем В эту маску тоже плюют Понял? Везде Везде плюют Свина, она не дает потеть Лайфхак от Андрюхель Ныряльщика, охотника В маску Надо сначала плюнуть, растереть Потом ее сполоснуть И она потеть не будет Даже если ты вчера бухал сильно-сильно Но мы как бы не пили особо Ну, отдыхали немножко Ну, сейчас проверим Где его лайфхак Новую маску Новую маску В прошлый раз В Андрюхиной маске плавал Решил сейчас другую там, слитную купить Типа, чтоб поляк все было А то первый раз перепугу чуть не откусил У трубки Загубник Ну и вот я вижу рыбки Рыбки есть Рыбок не может не быть И вот так вот смотрите Не особо волнуется море Ну, барашки, барашки Бухашки 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 Вон, смотрите какой стоит Карась Заветной А вот еще карась Заветной Ушел Ну, короче, тут много рыбы Вот это и крупные Сейчас полным-полно Короче Переодеваемся И идем Заветной Ушел Ушел Продолжение следует... 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 Продолжение следует...